Понравилось только что то, что сказал господин Пахила, касаемо ящика Пандоры, который должен закрыться и больше никогда не должен открываться. Скажите, пожалуйста, каким этот ящик можно держать закрытым, когда в августе в политику собирается вернуться председателем ЛДПМ Влад Филат? Или не получилось нарубить с первого раза без следов? Еще Владимир Васильевич, попытка номер два, как группе Виагра, могу тебе сказать, даже попытка номер пять не поможет, потому что уже есть, я жив, здоров и я дома. Как можно держать дальше ящик Пандоры закрытым, когда этот рыжий преступник по фамилии Кавкалюк, значит, он мало того, что он увидел, что никем не наказан, посидел в камышах, занимался там какими-то сливами, ходил там на побегушках у Додона. И сегодня он по согласованию с Додоном, работает у них у всех один и тот же политехнолог, и у Филата, и у Кавкалюка, и у Додона, Игорек, молодой парень. Значит, эти люди идут уже дальше даже в политику. О каком закрытом ящике Пандоры мы можем говорить, когда один из этих судей по фамилии Минчуна, значит, продолжает работать в Курте Диапел. Тут, смотрю, у нас уже пошли такие родственные назначения, условно родственные. Значит, во второй инстанции, значит, у нас были судьи Клима Николая, Наваг Светлана и так далее, Стерниуалы, Виеру, все звезды балета Плохотнюка. Да, они сегодня уже не являются там, судьи они на песне, но мне сказали, что Клима Николая, это отец небезызвестного Клима, который недавно стал по решению Додона, значит, председателем Курте Диапел Кишина. И, какой какой конкурс у вас было, мне того, что я бы笑, когда у вас был конкурс, я бы сказал, что это был конкурс, Это вам тоже закрытый ящик Пандоры. Юра Чекан, чуть-чуть коммерсант, чуть-чуть председатель ЦИК при Воронине. Уже серьезный коммерсант. И также председатель ЦИК при Филате и Плохотнюке. И сегодня, пожалуйста, тоже человек, который нам будет сейчас рассказывать. Может быть, он не разбирается. В том, что он сейчас должен сделать. Но это человек, который уничтожал и топтал судьбы людей вместе с судьями. Вот этими ментозаврами, по-другому их не назовешь. Потому что есть полицейские, а есть ментозавры. Такие, как кавкалюки и прочие негодяи. Значит, есть нормальные прокуроры, а есть прокуроры-подонки. Их фамилии вы также знаете. То же самое судьи. Поэтому, товарищи, судьи, прокуроры, кавкалюки, чеканы, филаты, рожденные у Додона. Сегодня раньше Плохотнюк толкал по 4-5 спойлеров. Сейчас это уже готовит Додон. Ввиду тех, кого я назвал, еще некоторых. Про них поговорим в другой раз. Значит, мы готовим материалы. Вы все сядете. И вы сядете не потому, что я так хочу. А потому что вы нарушили закон, и за вас страдали семьи наших сторонников, наших активистов. Вы вытирали ноги, вам без разницы было. Это взрослые люди, пенсионеры, это учителя, это бизнесмены или простые рабочие. И из-за вас почему-то должен был я находиться в изгнании, чтобы ваши эти полукиллеры, полу непонятно кто там, готовили мне какие-то ситуации. Кавкалюк, мы сядем поговорим, но мы сядем поговорим не во время политических дебатов, а когда ты будешь обвиняемым, подозреваемым, а я приду вместе с теми людьми, которых ты калечил. И я сейчас обращаюсь публично. Ребят, все те, кто пострадали, неважно, Кавкалюков, Филатов, Чеканов, всех этих судей, выходите на меня. Я также готов буду помочь вам оставить вашу позицию. Потому что то, что Кавкалюк буквально три месяца назад прекратил собирать деньги со спирта из сигарет, сейчас этим занимается его финн, вся страна его знает, а конкурентом является только Гуменюк себе. Ребят, все все знают и за это вы ответите.